Леон Вайнштайн, один из блогеров, которых я когда-то активно критиковал за его позицию в отношении Трампа. Остаюсь все еще при этом мнение. Мне, конечно, всегда поражает, почему большинство россиян за границей начинают голосовать, так сказать, за радикальных людей, за сильную руку. Становятся почему-то правыми радикалами или даже крайне правыми радикалами. Леон Вайнштайн один из этих людей. Но, несмотря на его позицию в отношении Трампа, тем не менее он снял замечательный, великолепный фильм об Алексее Навальном. Такой своего рода мини-документальный фильм, который собрал за несколько месяцев, к моему сожалению, всего лишь 9 тысяч просмотров. Я считаю, что это неправильно, тем более, что фильм толковый. И поэтому попытаюсь выставить его сейчас на своем канале. Надеюсь, что Вайнштейн не обидится, и я не получу страйк за это. Я попробую использовать все возможные инструменты, то есть сделаю дополнительный экран, уменьшу изображение. Дам, конечно, ссылку на оригинал. Но если он действительно за идею и хочет, чтобы его творение увидело как можно больше людей, надеюсь, проблем не будет. Если будут проблемы, что ж, не привыкать, как говорится. Как бы то ни было, я вам советую обязательно просмотреть этот фильм. И если у вас еще оставались какие-то вопросы в отношении Алексея Навального, то я думаю, что после этого фильма они должны исчезнуть. Если же и после этого фильма вам еще ничего не будет понятно, кто такой Леша Навальный, ну что ж, тогда вам уже никто не поможет. Хорошего вам просмотра. Добрый день, дамы и господа. Сегодня у нас 8 мая 2019 года, и у микрофона Леона Вайнста. Несколько месяцев тому назад я интервьюировал Юлию Латынину для радио «Чикаго», радио «Народная волна Чикаго» и задал ей вопрос о том, как пишут российские СМИ главном оппозиционере России Алексея Навального. Не будучи специалистом в внутренней политике современной России, я сказал, что читал в ряде изданий на русском языке, что Навальный – это проект Кремля. На что последовал ошарашивший меня ответ, что, мол, за такой вопрос и пороже неплохо бы дать. Легче всего сесть на диван и сказать, что кто-то проект Кремля. Мне кажется, в случае Навального и пороже-то неплохо бы дать. В голове у меня пронеслись варианты причин, почему Латынина могла так ответить. А. Она эмоционально настолько верит Навальному, что любое сомнение в нем вызывает у нее негодование. В. Это Латынина считает, что нельзя вообще критиковать тех, кто с ее точки зрения борется с режимом. И В. Что ей приказали. И у меня возникло желание разобраться. Ну, не в том, почему Юля так среагировала, а в том, кто же все-таки Навальный. Значит, наследный принц, которого готовит Кремль, поп-гапон или действительно такой мощный, любимый народом оппозиционер, которого даже Кремль не может заставить замолчать. И сегодня я представляю на ваш суд результаты моей вот этой вот попытки разобраться. Значит, сразу же хочу предупредить, я никаких выводов делать не буду. Выводы делать – это ваше дело, уважаемые зрители. А мое дело выстроить факты, обратить ваше внимание на нестыковки, если они будут, и показать разные точки зрения на что-то, на что нет конкретных фактов. Итак, давайте начнем. Алексей Навальный родился 4 июля 1976 года в городе Бутыни, Московская область. В 1994 году поступил на юридический факультет Российского университета дружбы народов. В мои времена этот университет, значит, по-треслу Бумбы, был горнилом советской разведки и подготовки террористов. Там в конце 60-х, начале 70-х годов учились такие известные в будущем террористы, как Будия и Ильич Карлос Рамирос, которого мир знал, наверное, самого страшного террориста и наемного убийцу по кличке Карлос. А знаю все это не из вторых рук. В 1968 году горком комсомола города Ленинграда пытался отправить меня лично в этот университет на факультет журналистики. И мне чудом, просто чудом удалось отговориться. В 1999 году Навальный стал студентом финансовой академии при российском правительстве. Учился на факультете финансов и кредитов. И в 2010 году он стал стипендиатом программы Ельского университета. И провел там полгода, изучая тему проблемы современного общества. Ну, судя по этому списку, Алексей человек неглупый, с разносторонними знаниями. На спецкурсе в Ельском университете, куда ежегодно набирают всего по 15 человек со всего мира, ему удалось попасть по рекомендации Гарри Гаспарова, Сергея Гуриева и Евгении Альбац. В 1997 году Алексей стал заместителем директора по юридическим вопросам фирмы «Алект», это рекламное агентство, которое печатало рекламу, например, фирме «Чубайса», аж на 99 миллионов рублей. Затем работы юристом, главным бухгалтером, учредителем еще нескольких фирм. А в 2002 году Алексей начинает вести программу «Градостроительные хроники» на радиостанции «Эхо Москвы». Впереди шеф-редактор программы на ТВЦ, член совета директоров аэрофлота, советник губернатора Кировской области. Карьера пошла резко вверх, но об этом чуть позже. В 2000 году Алексей Навальный вступил в партию «Яблоко», являлся членом Федерального политического совета партии, а в 2007 году Навального исключили из «Яблока». В качестве причины было указано нанесение политического ущерба партии, в частности, националистической деятельностью. Как утверждал Навальный, реальная причина его исключения – это его требования отставки лидера «Яблока» Григория Явлинского. В 2004 году Явлинский основал Комитет защиты москвичей – это общегородское движение, выступающее против коррупции в сфере градостроительства. В 2007 году он стал соучредителем национал-демократического движения «Народ». Навальный принимал участие в националистических шествиях «Русский марш». Чем Костин подтвердил на самом деле основные претензии, которые ему высказывали его бывшие товарищи по «Яблоку». И вот мы подошли сейчас к первой странности, о которой хотелось бы поговорить. 6 мая 2012 года, после президентских выборов, оппозиция организовала митинг «Несогласия с результатами выборов». Назвали эту акцию «Марш несогласных». Вот этот «Марш несогласных» был согласован с правительством Москвы. Тем не менее, несколько организаторов этого марша в Москве и по регионам – Навальный, Удальцов, Лебедев, Развожаев – были арестованы. Константин Лебедев признал вину, сотрудничал со следствием и получил за хорошее поведение всего 2,5 года колонии общего режима. Удальцов и Развожаев были приговорены к 4,5 годам лишения свободы каждой. Навальный почему-то выделен из этой группы и проходил последствию до самого конца как свидетель. После отсидки и освобождения Удальцов дал пресс-конференцию, на которой заявил, что не пойду я больше с Навальным, и они больше никогда не смогут нас использовать как пушечное мясо. Этого больше не произойдет. Резко против того, чтобы нас опять пытались использовать. Потому что и раньше было, и сейчас, я думаю, возникнут у кого-то соблазны просто как пушечное мясо использовать в своих закулисных интересах, сговорах. Кто они и что больше Навальному не пройдет. Вторая странность. Работая в штабе губернатора Кировской области, Навальный был обвинен в хищении. 18 июля 2013 года Ленинский районный суд города Кирова признал его виновным в хищении имущества государственной компании Кировлес и приговорил к пяти годам общего режима, то есть лишения свободы. Прямо в зале суда Навальный был взят под стражу и помещен в СИЗО. На следующий день Владимир Владимирович Путин прокомментировал приговор Навального. Считаю приговор по Кировлесу достаточно странным. Мне показалось странным, не спорю, что один из проходивших по этому делу фигурантов, который начал сотрудничать со следствием, получил 4,5 года условно. А второму фигуранту, о котором вы упомянули, вломили 5 лет реально. И немедленно Кировский областной суд изменил меру пресечения для Навального на подписку о невыезде. Подписку о невыезде. В следствии чего Навальный был освобожден и его реальный срок был заменен на условный. То есть, в дело запишем, а за границу, мол, пускать не будем, но в тюрьбу не посадим. Зная, что Путин обычно на вопросы о судах и приговорах отвечает, что это дело правоохранительных органов, странно, что он вообще это дело прокомментировал. То есть, после того, как Путин публично высказался по этому поводу, кто-то позвонил в суд и отдал приказ. Много ли раз в жизни, дорогие слушатели и зрители, вы слышали, что бы арестованного в суде человека на следующий день отпускали бы? Или, что президент страны заявляет, причем президент страны под названием Россия, заявляет, что оппозиционера слишком наказали? Ну, все, конечно, может быть. Да и на осиник говорят, иногда растут апельсины. Но не будем спешить с выводами. Странность третья. 20 мая 2008 года Алексей Навальный создал в Москве фирму ООО «Главное подписное агентство» на 99% офшорную, с которой Почтой России был заключен договор на осуществление грузовых перевозок почты. Как утверждает обвинение, договор был заключен при непосредственном участии Олега Навального, брата Алексея Навального, который занимал должность руководителя департамента внутренних почтовых отправлений филиал Почты России. Значит, Олег по утверждению следствия добился заключения договора по завышенной стоимости. Главное подписное агентство вообще не имело никакой материальной базы для осуществления грузовых перевозок. Перевозками занималась совершенно другая компания, руководителем которой был друг Навального. В результате следственных действий было выяснено, что ООО, значит, «Главное подписное агентство», на счет ООО, значит, «Главное подписное агентство» было перечислено 55 миллионов рублей, при рыночной стоимости таких перевозок 31 миллион рублей, то есть лишних 24 миллиона рублей. Навальные получили от государства почти в два раза больше денег, чем то, за что взяла бы, так сказать, другая фирма практически половину. Значит, большую часть разницы – маржи. Значит, братья Навальные, по версии следствия, потратили на свои личные нужды. 19 миллионов рублей были легализованы Навальными путем заключения фиктивных договоров с ООО, Кобяковская фабрика по лозоплетению. Кобяковская фабрика по лозоплетению. То есть из лоз плели что-то учредителям, которые были, оба брата Навальных. 30 декабря 2014 года, через полтора года после получения Алексеем условного срока захищения и махинации в Кировской области, суд огласил часть приговора, из которого следовало, что Олег Навальный приговаривался к 3,5 годам колонии общего режима, а Алексей к 3,5 годам условно. Вот, опять условно. Кажется, когда у человека висит условный срок, это увеличивает, а не уменьшает его наказание. Но, может быть, Олегу дали больший срок, так как он работал, что называется, в Министерстве связи внутри, а Алексей был, так сказать, снаружи. Но даже и тогда за обман государства на 24 миллиона рублей, по логике, должны были бы дать больше, чем еще один условный срок. А если судья дали, скажем, в лапу, да, представим себе такое, почти невозможное, то почему ушел от отсидки один брат? Может, на двоих денег не хватило? Братьям-подельникам был назначен также штраф. Значит, в размере 4,8 миллиона рублей. Слышится, как на 19 миллионов рублей меньше, чем то, что они украли у государства. Ну, может, мы что-то не понимаем. Но звучит, тем не менее, странно. Ну, пошли дальше. Значит, странность номер 4. В момент нахождения Навальным в должности советника губернатора, значит, Кировской области в Черногории, Черногория – это не там-те Кировская область, вот, значит, в Черногории была 20 ноября 2007 года создана фирма МРД Компани, учредителем которой являлись Навальный и Алексей, советник-губернатор, значит, Кировской области, и Мария Егоровна Гайдара, это дочка, значит, Егора Тимуровича Гайдара, значит, она была в это время вице-губернатор Кировской области. Цель создания фирмы – строительство коттеджей. Для Навального и Гайдара это было прямое нарушение закона о госслужащих, на них было возбуждено уголовное дело, но мистическим образом исчезло, значит. А Навальный впоследствии утверждал, что в его жизни не было места для этой истории. Вот, тут можно сказать, что это нормальная практика в среде коррумпированного бизнеса, мол, поголовно в России чиновники, воры и взяточники, и нарушают законы, почем зря, но ведь мы-то с вами обсуждаем биографию главного борца с коррупцией. Как-то странно, что борец с коррупцией, если все это правда, конечно, да, оказывается сам коррупционер, но, конечно, меньше, меньшего масштаба, чем там Путин, Медведев, там, да. Может быть, это просто зависть к более успешным грабителям? А может и нет. Странность пятая. По законам Российской Федерации статья Уголовного кодекса 15 МЗ номер 114 ГК при условном сроке заключения обвиняемому запрещено покидать пределы страны. Но, может быть, это ограничение быстро снимается, да? Оказывается, что нет. При условном осуждении наказание погашается по окончании периода отбытия наказания. Значит, в случае Навального наказание должно было закончиться через 3,5 года, правильно, условно был срок 3,5 года. Выезжать за пределы страны, имея условный срок, не разрешается и расценивается как побег. В июле 2013 года Навальный, как мы уже упоминали, получил вместо 5 лет тюрьмы, значит, 5 лет условно, в декабре 2014 года он получил еще 3,5 года условно, даже если не складывать 2 условных срока, а считать по последнему, то Навальный не должен бы был иметь право на выезд, ну, и на получение загранпаспорта, соответственно, до мая 2018 года. Кстати, а ведь была еще подписка о невыезде, как же он стал выездным? А если считать оба условных срока, то не видать Навальному за границей, ну, кроме Беларуси, естественно, до 2022 года. Значит, это по закону, но ведь похоже, что главному и внесистемному оппозиционеру закон не писан. Вопрос, почему? Значит, и еще один вопрос, кто же написал указание, что Навальному закон не писан? Странность 6. 12 июля, значит, в День России в 2017 году фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального провозгласил единым днем протеста всех настоящих патриотов против коррупции высших должностных лиц России. Акции о протестах начались в десятках городах. В Москве городские власти дали разрешение на митинг на проспекте Сахарова, о котором, значит, запросила, заявила объединенная оппозиция. Совершенно неожиданно. 11 июня, ну вот перед самой акцией, по всем доступным ему каналам связи Алексей Навальный призвал выйти не на санкционированный митинг на проспекте Сахарова, а на не санкционированное властями шествия по Тверской. Ребята, привет! Это Навальный. И у меня действительно срочное экстренное обращение уже безо всяких шуток. Москвичи, гости столицы и все, кто хочет участвовать в антикоррупционной акции в Москве, приходите на Тверскую в 14 часов. Никакого проспекта Сахарова нет. Тверская улица. И это не наше решение. Это решение Кремля. Часть митингующих поехала на Сахарова. Часть на Тверскую. Где их ловили и арестовывали. Акция была размазана и сорвана. Было арестовано около 900 человек. Самого Навального на этом митинге не было. Все ТВ и радиоканалы с самого утра сообщали, что он был задержан возле своего подъезда. Меры ответственности за организацию несанкционированных митингов. Если это не первый раз. Если уже привлекался по схожим делам и тому подобное. Довольно суровый. Возможно наложение штрафа до 1 миллиона рублей или в размере заработка осужденного за 2 или 3 года. Также предусмотрено наказание лишения свободы до 5 лет. Навального уже Алексея Навального уже задержанного много раз и имевшего несколько условных сроков приговорили не к 5 годам, не к 4 годам, не к 3, 2 и даже не к 1 году заключения. Не к 6 месяцам, а к 30 дням задержания. Странно, аж жуть. 7. 29 сентября 2017 года штаб Навального организовал несанкционированный опять митинг в Нижнем Новгороде. Навального опять арестовали в подъезде накануне вылета в Нижний. Здрасте. Второй оперативный полк. Пройди, пожалуйста, с нами. А среди с чем? ВД для подачи медицины. Объяснение? А я на поезд тороплюсь. В Нижний Новгород мне нужно успеть. Это как бы было нормально, что слышать, что власть России препятствует деятельности оппозиции. Нормально, да? Вот что странно, что по дороге в участок сидя в полицейской машине, Навальный текстовал и ставил на Инстаграм сообщение, что везут, кажется, в Данииловский. У задержанных вообще-то отбирают телефоны и дают право по приезду в отделение сделать один звонок адвокату или семье и под наблюдением сотрудника. Вторая нестыковка такая. В этот день организация Навального проводила санкционированные митинги в Курске, Челябинске и Санкт-Петербурге. Почему Алексей решил лететь в Нижний? Зачем он подставлял своих сторонников в Нижнем Новгороде под аресты и избиения? Потому что он не думал об этом, но если ты лидер, думай о тех, кто в тебя поверил. Восьмая. 13 мая фонд Навального запланировал на Болотной площади в Москве акцию защиты свободы интернета. Главный выступающий Алексей Навальный. 11 мая за два дня до акции, в которой он призывал Навальный был замечен в аэропорту, где он с семьей улетал в Италию на отдых. На акцию пришло тысяча человек. За нарушение правил проведения митинга полиция арестовала организаторов. Навальный сопереживал товарищам с пляжей Италии. Девятое. На 1 июня 2018 года фонд Навального объявил протестные акции в семи городах России. Накануне акции в аэропорту Внуково очевидцы засняли Навального с семьей улетающего в Будапешт. в Италии. в Италии. в Италии. что им необходим был отдых в Венгрии. Навальный объяснял это тем, что почувствовал за собой слежку и решил покинуть страну. Вот очевидно до 1 июля 2018 года Навальный думал, что за ним никто не следит. Акции протеста провалились. Люди устали, бессмысленно ходить на улицы, особенно когда те, кто их зовет, сами не являются. Не устали еще? Потерпите, ну совсем немного. На 9 сентября 2018 года штаб Навального организовал акции протеста против пенсионной реформы по всей стране. Сам Навальный был традиционно арестован 25 августа за вот сейчас вы мне не поверите за организацию забастовки избирателей в январе 2018 года. Власти объяснили задержку того, что они не арестовали его сразу же, тем, что никак не могли найти Навального и арестовали, как только обнаружили. То есть главного оппозиционера России московская полиция не могла найти 7 месяцев. По данным ГУВД, по данным ГУВД, в результате забастовок арестованы более 2000 участников. Организаторов митингов на местах штрафовали, судили, били. Давайте мы послушаем очевидцев, которые, что называется, там были. Например, Константина Боровов. Я считаю, что вот после того, как это все произошло с Навальным, и, ну, часть общества, мыслящая часть, наконец поняла, что это обычная провокация, целью которой было сбить протестное движение, дискретировать лидеров, подставить фиктивного лидера этого Навального, протесты превратить в инструмент запугивания общества. То есть не все согласны с Юлией Латыниной, что за вопрос не проект ли Кремля Алексей Навальный надо бить морду. Бизнесмен и глава партии Западный Выбор Константин Боровой считает, что известный оппозиционер, политик Алексей Навальный является агентом российских спецслужб и выполняет роль провокатора, по мнению Борового. Деятельность Навального направлена на разрушение нормальной российской демократической оппозиции. Правой уверен, что задачей Кремля является замена лидеров демократической оппозиции в России своими людьми, в частности Навальным, который провоцирует неадекватные митинги и подвергает опасности жизнь и здоровье митингующих. Навальный постоянно призывает людей к беспорядкам, но при этом предлагает практически никаких реальных решений он не предлагает. В комментариях на это выступление Борового написано, что Навальный это современный поп-гапон, подставивший людей 9 января 1905 года под расстрел царской шандармерии. Подумайте сами. При Сталине могла ли существовать оппозиция? А при Мао-Дзе-Дуне? А при Челушеску? Пол Поти? Гитлер? Тогда почему вы думаете, что при Путине оппозиция может существовать? Вот не говоря уже об убийстве Немцова у стен Кремля наведут десятка почему-то отключенных в этот момент камер снижения. Кроме него за критику режима и правду о Чечне убита Анна Политковская, за рестовую критику Путина убита Галина Старовойтова, отравлен Юрий Щекочихин, убита сразу же после эфира Виктория Маринова, отравлен Литвиненко, взорван за расследование о воровстве и хищении верхнего эшелона власти журналист Дмитрий Холодов умер в тюрьме от побоев Сергей Магницкий поймавший дружбанов Путина на воровстве в особо крупных размерах. Путин говорит и не Сталин? Окей, не Сталин, но и не дурак. Из власти он уходить не собирается, у него руки по плечи в краи, нежить ему, где бы он не скрывался, если он уйдет из этой власти. Если верить бывшему координатору штаба Навального Виталию Сируханову, то из сказанного им в интервью Александру Сотнику Становится очевидно, что Алексей Навальный действительно провокатор российских спецслужб, который был создан для решения следующих задач. Хочу говорить его словами, а не своим. Сируханов сказал следующей задачей развал и дискредитация российской демократической оппозиции. Вторая задача, поставленная перед Навальным, это заменить действительных лидеров оппозиции подконтрольным Кремлю лидером и третье использование оппозиции для организации провокации. То есть если верить человеку, который был один из основных помощников Навального, то операция «Навальный лидер оппозиции» была успешно реализована российскими спецслужбами. Есть ли косвенные подтверждения слов Виталия Сируханова? Массовые митинги дискредитированной оппозиции существенно сократились и по чистоте и по численности. Лидеры демократической оппозиции дискредитированы и отстранены от оппозиционной деятельности. Любые разоблачающие провокационное действие Навального заявления квалифицируются с помощью пропаганды подконтрольных независимых СМИ как действия от имени и по поручению Кремля. Критиковать Навального нельзя. Заклюют и свои и чужие. Навальный не прикасает. Может быть это мне и пыталась сказать Юлия Латынина. Как же возразить натошный читатель зритель? Послушайте Усманова. Он такое о Навальном говорит. После разоблачительного видео сделанного штабом Навального Усманов записал два ответа. И твои потуги меня оболгать это лай Моськина слона. Тьфу на тебя Алексей Навальный. У нас с тобой дебаты будут теперь в суде. Тем более что ты стараешься каждый день как можно больше дать для этого основания. Вот там тебе и объяснят разницу между правдой и ложью. Алексей Полиграфович Навальный. Тьфу на тебя еще раз. Ясно ли вам уважаемый читатель что Алишер Усманов взбежен ненавидит Навального и собирается тем или иным способом его затыкать. Ну конечно ясно. Тогда наверное в подконтрольных Усманову Яндекс Арью Мейл Арью Вконтакте Арью Одноклассники Арью и многие другие которые принадлежат гражданину Алишер СМИ и сети будут не особенно приветливы к Алексею Навальному Правильно Да Вот теперь странность одиннадцатая Одним из самых посещаемых и известных поисковых серверов России считается Яндекс Арью Если вы введете фамилии всех участников президентских гонок восемнадцатого двенадцатого восьмого и т.д. годов вы выясните что каждый участник баллотировавшийся на пост президента является политиком политическим деятелем руководителем партии и т.д. и т.п. Но только написав Навальный вы сразу же в первой строчке узнаете что он главный оппонент руководства России то бишь складывается такая идиллическая картина Плюяна Навального дважды и называя его мучкой Усманов считает одновременно что он главный оппозиционер России где-то вот что-то у меня не складывается может только у меня не складывается может у вас складывается вам судить значит теперь небольшой что называется перечень того что же мы с вами господа узнали сегодня всех организаторов митингов сажают а Навального нет на следующий день после ареста в суде захищения его отпускают после вмешательства Путина за обманы подлог брату Алексея дают срок в тюрьме Алексею дают условно устроил неразбериху сорвал крупное мероприятие оппозиции в Москве объявив что акция будет проходить не в санкционированном месте а в другом месте в центре Москвы что привело к множеству задержаний и доказаний протестующих подставил в нижнем митингующих под удар полиции уехал отдыхать за границу накануне организованного им же митинга снова уехал за границу спустя месяц накануне следующей организованной им акции пользуется телефоном и ставит на инстаграм сообщение находясь в полицейской машине вот координатор штаба Навального утверждает что Алексей провокатор на службе российских спецслужб руководитель партии западный выбор Константин Боровой утверждает то же самое Усманов Усманов что Навальный шавка что Усманов уничтожит Навального а в СМИ и соцсетях принадлежащих Усманову Навального называют главным оппозиционером России Ну вот на этом собственно можно и закончить Возможно для всего вышесказанного имеются абсолютно легитимные причины только мы их не нашли может плохо искали Еще раз я не судья Меня интересовали факты и как мне кажется я их нашел Значит мое дело на этом кончилось Я свой вывод сделал Похоже что свой вывод сделал и Григорий Явлинский Ну глупость это Не ходить и ничего не делать При этом еще придумав такую причину что вот там нет там одного человека А если бы там были бы другие выборы Вот я не это не понимаю Вот у нас нечестные выборы А если бы там был этот персонаж Были бы другие Ну какой персонаж Что мы как на первом канале начинаем говорить Навальный Ну все Вы удовлетворены? Абсолютно Повторите еще раз Навальный Если бы там был этот персонаж Вот этот персонаж там бы был Тогда выборы были бы нормальные Меня просто удивляет как человек у которого условный срок его все сажают и выпускают сажают и выпускают Я это не понимаю Теперь делайте ваши выводы вы Спасибо за внимание До следующих встреч Субтитры сделал DimaTorzok